В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 30 тонн гуманитарной помощи депутат городской думы вернулся из очередного гум-конвоя на Донбасс. Весь мир в объективе. 12 июля. День фотографа. Легкоатлетка икара Мария Девяткина. Новый мастер спорта России. Далее расскажем обо всем подробно. Депутат городской думы Сарова Василий Ласточкин вернулся из очередного гуманитарного конвоя на Донбасс. Народные избранники города за месяц собрали около 100 тысяч рублей и направили средства в фонд народного ополчения 2022. На эти деньги закупили все необходимое по заявкам нижегородских бойцов. Всего региональный гум-конвой привез порядка 30 тонн гуманитарной помощи. Сбор средств для наших земляков, участников СВО продолжается. Каждый месяц в зону СВО отправляется гуманитарный конвой с грузом. Необходимые лекарства, продукты и амуницию передают лично в руки бойцам, призванным из Сарова и окрестностей. Бойцы сообщают, в чем они нуждаются на данный момент. Перед следующей поездкой закупают все необходимое. Бойцы, дух настроен хорошо, они всегда верят в победу и говорят, что победа будет за нами, потому что они понимают, они на передовой, они это знают. Средства можно перечислить традиционно по реквизитам фонд социального развития. Все реквизиты есть на наших ресурсах дума.дефиссаров.ру, либо ВКонтакте на нашей страничке. Ну и сейчас работает система быстрых платежей. Мы создали QR-код, с помощью которого можно в несколько кликов перечислить деньги, не вставая даже с дивана. Очередную корректировку в бюджет представили депутатам. Доходная и расходная части увеличились более чем на 320 миллионов рублей. В основном за счет межбюджетных трансфертов. Свои поправки в главный финансовый документ могут внести и сами народные избранники. Подробности далее. Общая сумма привлеченных в городской бюджет субсидий – 328 миллионов рублей. Большая их часть – 272 миллиона. Софинансирование объектов капитального строительства школы 11 на Зорге, Центра культурного развития и автомобильных дорог на улицах Чапаева и Негина. Всего претерпели изменения за счет областных поступлений 8 муниципальных программ. Среди них программа физкультуры и массовый спорт. Ее финансирование увеличили более чем на 11 миллионов рублей. Вам решать в области спорта у нас, получается, реализуется устройство кинотеатра в молодежном центре, устройство площадки для исторической реконструкции на территории Центра муниципального бюджетного учреждения, Центра внешкольной работы и ремонт площадки скейт-парка на территории Кары. Также предусмотрены средства на обустройство двух спортивных площадок для воркаута. В рамках программы «Городское хозяйство» на 19,5 миллионов увеличено финансирование и ремонт автомобильных дорог на улицах Чапаева и Негина. А программа образования пополнилась на 284 миллиона рублей. «240 миллионов 304 тысячи – это как раз на строительство зданий школы по улице Зорги. Это средства прошлого года. Они где-то в апреле месяце пришли. Увеличиваются сигнования 37 миллионов, про которые я сказала, в доходной части бюджета, капитальный ремонт мягкой кровли лицея 3 и капитальный ремонт фасада школы 17». Депутаты выслушали все цифры. В ближайшие дни они смогут предложить свои поправки в бюджет. Их рассмотрит согласительная комиссия. Финальный вариант корректировки бюджета вынесут на заседание Думы. Режим повышенной готовности, введенный из-за ковида, отменили в Нижегородской области с 12 июля. Однако сохранится запрет на проведение некоторых массовых мероприятий. Но теперь причина этому не ковид-19, а меры, направленные на обеспечение общественной безопасности. Напомним, ограничения из-за коронавируса действовали с марта 2020 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Уклонистам запретят садиться за руль. Сотрудники госавтоинспекции с июля могут ограничивать право садиться за руль тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Из приказа следует, что информацию о том, что конкретный водитель является уклонистом, дорожная полиция будет получать из Федеральной информационной системы госавтоинспекции. А туда оно будет попадать из единого реестра воинского учета. Гастрономическая ярмарка «Вкусно-фест» празднует свое пятилетие и состоится 27 августа. Площадки будут располагаться по обоим берегам набережной реки Сатис и на территории парка имени Зернова. Программу мероприятия планируют дополнить тематическими площадками как для детей, так и для взрослых. Сыровчан порадуют различными угощениями, лакомствами и развлекательной программой с участием как городских коллективов, так и гостей города. Регистрация участников открыта. Подать заявку могут предприниматели и самозанятые. Подробности по телефону 9-92-63. Святую Веронику почитают как покровительницу фотографии. Поэтому день ее памяти, 12 июля, любители и профессионалы фотодела отмечают как день фотографам. А еще в этот день родился Джордж Истмен, основатель компании «Кодек». О том, как видеть красоту в обычном и успевать поймать ее в кадр, расскажем далее. Фотографии Павел Воровцев начал увлекаться 20 лет назад. Он постоянно видел своего папу с фотоаппаратом в руках и тоже решил попробовать себя в этом деле. Купил цифровую камеру и стал гулять по городу, искать интересные кадры. Первые фотографии Павла были черно-белые. В тот момент мужчина переживал тяжелый период в жизни. И новое хобби помогло ему восстановиться, дало силы и надежду. В объектив Павла чаще всего попадают люди, друзья, семья и природа. Природа – это, наверное, от папы. То есть с самого детства в норме было в 4 утра встать, поехать на Мокшу, посмотреть, как солнце встает, как животное бегает. Родители дали мне такое направление. То есть как бы потому, что меня никогда никто ничего не заставлял делать, как бы не было каких-то жестких рамок. Любил литературу читать, может быть, от нее как раз все это и передалось в жизни какой-то. Основу фотографии Павел изучал самостоятельно. Многому научился от друзей. Павел проводит время и за компьютером, обрабатывает и корректирует кадры. Но при этом мужчина руководствуется принципом, чтобы все фотографии смотрелись максимально естественно. Без всяких пресетов, без всего. Много было попыток у меня и в пресеты залезть, и как-то все под какой-то шаблон сделать. Но нет. Каждая съемка, то есть каждый раз новый цвет какой-то. То есть новый вариант обработки. Ты уже идешь, конкретно понимаешь, что ты хочешь сделать, как бы фотографируешь под это. В удовольствии сейчас от того, что в формате той съемки, которую я хочу делать. Раньше Павел фотографировал праздники, свадьбы и различные мероприятия. Принимал заказы на индивидуальные съемки. Но сейчас ему интереснее воплощать в жизнь собственные проекты и идеи. Ради необычных и красивых кадров фотограф выходит на улицу в любую погоду. Сырость или снегопад не помеха творчеству. Мне без разницы, какая погода. То есть я в любом случае просто выйду. Туман, дождь, снегопад. Наоборот, есть что сфотографировать. И это будет не обыденность ежедневная, а именно то, что можно показать и себе запомнить. По мнению Павла Воровцева, чтобы стать хорошим фотографом, нужно просто быть собой. Ни на кого не равняться. Делать то, что нравится и делиться этим с окружающими. Выставка акварельных работ молодого саровского художника Анатолия Стрелкова открылась в Зале искусств в библиотеке Маяковского. Пейзажи Сарова, виды Петербурга, запечатленные художником в разное время суток и натюрморты, составляют экспозицию выставки. Подробности далее. Гул снующих туристов у Казанского собора и умиротворяющая тишина на висячем мосту. Размытые краски пионов и ненавязчивые детали церквей. Работы Анатолия Стрелкова поражают разнообразием сюжетов. Большую часть картин художник посвящает Сарову. Очень люблю город Саров, тоже чем-то нравится Питер, но Саров в основном пишу больше от души и, как на мой взгляд, он больше нравится. Убираю красивые места, на мой взгляд, какие мне нравятся. Делаю эскизы, пишу с натуры, ну и рисую в разных стилях, как вы видите. Все зимние настроения, весенние, осенние. Анатолий пишет в основном акварельной техникой, немного добавляя пастель. Через свои картины автор умело передает атмосферу городов, хочется рассматривать каждую деталь. Проплывающие по каналу катера и игру света на куполах, резные колонны, знаменитый шпиль и прохожих. Одна из любимых работ Анатолия – Саровская ривьера. По словам автора, здесь удачно отражается контраст современной жилой застройки и традиционной архитектуры Успенского собора на фоне. Прогуляю из Пасарова, выбираю достаточно интересные ракурсы, чтобы удивить зрителей, но чтобы зрителям более интересно было. Учту перспективу, всякие какие-то там пропорции, ну и думаю немного над композицией. В прошлом году Анатолий с отличием закончил художественную академию имени Репина. Сейчас занимается свободным творчеством, развивает навыки в технике акрила. Оценить архитектурную живопись и натюрморты художника можно в Зале искусств в городской библиотеке имени Маяковского до конца лета. Мария Девяткина – новый мастер спорта России. Своим трудом, упорством и талантом легкоатлетка Икара пришла к заслуженному спортивному званию. Девушка успешно выступила на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое прошло в Екатеринбурге. 53,36 секунды – результат, который стал знаковым для Марии Девяткиной в получении звания мастера спорта. За это время спортсменка преодолела дистанцию в 400 метров на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования проходили в Екатеринбурге с 30 июня по 2 июля. 400 метров проводилось в два круга, где я заняла третье место. В крайний день соревнований мы бежали с девочками из стафета 4 по 400, в которых нам удалось завоевать первое место. Норматив на звание кандидата в мастера спорта легкой атлетка выполнила около семи лет назад. С тех пор она совершенствовала результат на соревнованиях разного уровня. Новое звание стало неожиданностью для Марии. По ее словам, нужного норматива удалось достичь благодаря упорным занятиям и поддержке тренера Алексея Колганова. Три года назад была близка к результату, который позволил мне выполнить мастера спорта. Но как-то так все не складывалось. То одно, то другое. То там еще ковидный год был. И вот только сейчас получилось. Мы с тренером не обдумывали ничего. Мы вообще не планировали, что так рано выполнил мастера спорта. Мы знали, мы были уверены на 99%, что это будет в этом сезоне, этим летом. Но не думали, что на первом серьезном старте. Получить почетное звание мало. Его придется регулярно подтверждать. Сейчас Мария тренируется 6 дней в неделю и активно готовится к Кубку России. Соревнование пройдет 14 и 15 июля в Жуковском. Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 14 по 16 июля там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, а главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, что это не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 14 по 16 июля с 10 до 18.00. Телефон плюс 7 927 064 1390. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok